Музей Ситца – бесспорно одна из красивейших построек нашего города. Это здание с богатейшей историей, видимо, поэтому его решили включить в список номинантов интернет-проекта «Россия-10». Фабрикант и меценат Дмитрий Бурылин задумывал здесь родовое гнездо. Чтобы воплотить идею, пригласил Иваново-Вознесенского архитектора Александра Снурилова, который за три года с 1903 по 1905 создал целый комплекс архитектурных шедевров. Здесь мы видим Привратницкую, Каретный сарай, дальше были конюшни, скотный двор и птичник. На дворных построек, на самом деле, их очень много. Они расположены в нашем дворе, дальше они переходят на территорию современной спортивной школы. Если мы пойдем за нашим музеем, увидим сквер, это тоже территория Бурылинок. В доме множество ходов, потайных дверей и маленьких комнат. Владелец поместья любил загадки и тайны. Именно поэтому в его доме есть подземный переход, чтобы члены небольшой семьи Бурылиных могли ходить от своего дома к музею. Совсем недавно мы узнали, что вместо этой современной решетки стояла очень необычная композиция. Два рыцаря в облачении. И когда подземный ход закрывались, у них были скричены мечи. Мы пока получили устные свидетельства о том. И очень хочется, что если не рыцари, хотя бы эту фотографию найти. Здесь на потолке художник нарисовал от корней к кроне родовое дерево Бурылиных. Дмитрий Геннадьевич хотел запечатлеть свой род в веках. На последнем этаже была оранжерея. Сейчас от нее остался только стеклянный пол, сквозь который видно центральную лестницу. Увы, прозрачного купола не сохранилось. Сотрудники музея могут только предполагать, какой красоты блики падали сверху на мраморные ступени. Дом был продуман до мелочей. Настоящее чудо архитектурной мысли. За этой картиной маленькая дверца. Сюда подносилось топливо. Калорифер топился. И горячий воздух вот по таким огромным глинобитным трубам поднимался вверх. Дом отапливался. А в залах есть израсцы, есть отдушины, которые открывались. И горячий воздух прямо из стен поступал в комнаты. В доме было очень тепло. Архитектор решил, что дом должен быть в популярном тогда стиле модерн. Поэтому здесь много голубых и зеленых оттенков в декоре. Лестницы уходят вниз, как волны. Колонные ступени сделаны из камня. Вот это известняк. Но очень древний. Если внимательно на него посмотреть, можно увидеть палеонтологические вкрапления. Остатки древних аммонитов, таких моллюсков. Остатки древних линий. Он очень долго лежал под давлением. Поэтому посмотрите, какая у него гладенькая поверхность. Почти как у мрамора. Здесь даже есть свое дружелюбное привидение. Сотрудники посетителей музея неоднократно видели, как женщина в голубом ходит по узким коридорам Бурылинского дома. Предположительно, женщина спускается с этой картины. На портрете мы с вами видим шуйскую купчиху Александру Федоровну Небурчилову. Она в бальным голубом платье, в украшениях в платине. Ну а на плечах дорогая кашемировая шаль. Стоимость такой шали достигала 10 тысяч рублей серебро. В 40-е годы 19 века столько стоила текстильная фабрика. Далеко не у каждого музея в России есть свой покровитель из инфернальных сфер. Сотрудники хранилища верят, что женщина в голубом защищает дом от бед и ненастий, отводит беду. Родовое поместье Бурылина хранит еще много секретов и тайн. Только у ивановцев есть возможность их раскрыть.